Всем добрый день! Если вас заинтересовали работы вырезания из бумаги, либо это называется еще вытянанка, вам понадобится приобрести вот такой ножичек Эрих Краус, ну либо там другие фирмы, есть и Офи, но те более дорогие ножички. Для начала можно приобрести такой. Но вот в чем удобство такого ножичка, то что он, его мы держим как ручку, то есть нам, если вот резалка идет, то там он плоский и не так удобно, у него вот этот наконечник идет не такой и если вырезаем ажурное именно вырезание, то оно получается менее удобно. И приобретаем, вот я купила его в магазине канцелярские товары и желательно, вот так как у него всего три сменных лезвий здесь. Лезвия, особенно если вы начинаете только заниматься вырезанием по бумаге, то лезвия ломаются очень сильно. нужно под определенным углом, допустим, определенное нажатие, чтобы было. Поэтому лучше спросить запасные лезвия запасные лезвия. Их здесь 10 штук, но во всяком случае хватит на более длительный срок. Даже если вы аккуратно будете как-то подтачивать их. Хотя вот у меня не совсем получается их затачивать. Бумагу они в любом случае прорывают. Нет такого, чтобы я вот тонкую бумагу заточила и они бы прорезали. Они все равно прорывают. Видимо это либо связано с тем, что это не ржавейка. Может кто-то более опытный будет смотреть такое видео, посоветует мне. И вот по цене вот такой ножик стоит у нас в магазине 178, а сменные лезвия 58. В принципе думаю, что можно себя порадовать. Попробовать купить такие ножички. И на счет бумаги. Бумагу я использую различную. Но еще не всю вот приобрести приобрела, еще и все из нее не вырезала. Вот такие рождественские веночки. Но в интернете увидела, что они когда загибаются вот эти зайки, то с другой стороны у них либо другой цвет, либо другой рисунок. Ну не скажем, что очень длительный срок я искала, но поискав у себя в магазине нашла бумагу вот такую. Она называется мелованная бумага. И у нее одна сторона вот однотонная, какая-то цветная идет. А если мы ее переворачиваем с другой стороны, на ней нанесены вот такие вот фактурные рисунки. И поэтому для изготовления, допустим, вот такого веночка будет очень интересно, когда он будет уже вот с двух сторон, ну что вот загнутые вот эти зайчики, кролики будут другого цвета. Вот такая она-то бумага. Идет, вот называется веселая мелованная бумага. Для бабочек, вот здесь вот у меня эти ажурные бабочки, они вырезаны из цветной голографической бумаги. И вот эта вот сова тоже положена на голографический фон. Мне нравится в использовании голографическая бумага. Вот она идет, цветная голографическая бумага. Продается в магазинах для творчества, вот ну точно так же в канцелярских товарах. ее можно спросить. Несколько цветов, цвета различные. В первую очередь у меня уходит золотой, красный цвета. Ну, в общем, вот цвета, такие цвета вроде как бы передают именно тот голографик. Вот видно, что вот это вот из другой. Немного рисунок идет другой, а здесь вот они как бы ромбиками. Еще она различная идет по нанесению рисунка. Следующая цветная бумага идет просто двухсторонняя. То есть, вот с одной стороны она идет, допустим, такого цвета фиолетового, с другой стороны коричневого. И точно так же, вот если я просто ее переверну, с одной стороны она идет в такие цвета, переворачиваем с другой, она точно так же цветная. Тоже вот в использовании какой-то двусторонней работы будет выглядеть очень интересно. цветная флюоресцентная бумага. Но это уже яркая бумага. Вот она односторонняя идет. Тоже цвета необычные. цвета очень такие прямо бруски. Следующая это бумага металлизированная с рисунком. Но эту бумагу я не использовала как для вырезания. Я ее использовала для подложки. То есть, вот как основу. Она идет как бы как папиросная что-ли бумага. Вот папиросы заворачиваются. Вот такая-то такая. Ну, рисуночек есть и она поблескивает. Но если кто-то пожелает, можете и приобрести бумага для оформления. Тем более она, в принципе, она недорогая. Вот это вот 23 рубля бумага стоит. Еще двусторонняя бумага. Вот такая. С одной стороны вот здесь вот она уже идет более яркая. С одной стороны желтая, с другой стороны такая зеленая. Здесь если сиреневый цвет, там оранжевый. Можно даже в магазине, когда смотрите, оно здесь зеленый и черный. Когда смотрите, то посмотреть по цветам, как по цветовой гамме, что ли, понравятся ли вам цвета внутри. Здесь вот немного другие цвета идут. Вот по сочетаниям. Ну, это вот идет цветная бумага двухсторонняя. И вот голографическая бумага. Единственное, что вот эта бумага, она идет по формату не формата А4, она идет чуть поменьше, поэтому рисунок не входит. Бывает, что если вот вырезать, я вырезала, то ее, допустим, не хватает в длину такой бумаги. Тоже вот здесь нанесены сердечки. Ну, в принципе, как основу тоже можно ее использовать. Еще я нашла вот такая бумага, декоративная блестящая пленка. Еще видела, что вот продается такая самоклеящаяся пленка. То есть, если вы хотите что-то вырезать и в дальнейшем, допустим, приклеить себе куда-то, как декор, на стекло, либо на зеркало, то можно использовать. Ну, это тоже красивая она, такая блестящая, понравилась мне. Взяла, пригодится. Если вы решили вырезать вот такие, допустим, сердечки, вот оно идет объемное и оно ставится, его нужно вот так вот немного как бы форму придать и ставить. Или вот такого слоника, тоже он идет двойной, там он вроде как еще вот на подставке должен быть, но я вот так вот его просто ставлю и он стоит. Ну, конечно, мягковатая, все равно вот эта вот бумага, но вот она считается как плотная более. Это вот планшет для творчества. Точно также в таких же магазинах продается в канцтоварах. Здесь ее, ну, не так много и цвета не столь яркие, всего вот четыре цвета. Цвета вот посмотреть, допустим, вот такой цвет, какой-то зеленый и желтый и синий. Вот всего четыре цвета в этой бумаге идет. На чем я вырезаю свои работы? Купила в магазине для, ну, у нас магазин постоянных распродаж и там продается досочки, допустим. Ну, все, все, что нужно для кухни. Там и досочки, и посуды, все возможные игрушки. Вот силиконовая досочка, она, не знаю, чуть побольше миллиметра, наверное, толщиной гнется туда-сюда. В общем-то, удобная, не скажу, что она неудобная, но вот она прорезанная вся. У меня их две и одна более уже прорезанная. Сейчас, бывает, накладываю одну на другую и вырезаю. Так. Мне предложили, увидели, как я мучаюсь. Здесь пишут, что вот желательно бы, что мужчина один изобрел себе такое, что вот ложит, допустим, круг. Оказался у меня тоже такой круг, вот что на нем талию наводить нужно. На него, ну, я уж, конечно, не стала делать так, как он. На него прикручивается, что ли, там на шурупчике фанера. Ну, я сделала вот такую картонку и сверху резину. Резина, здесь она идет, наверное, 2 миллиметра. Накладываем резину и для того, чтобы у нас не двигать рисунок, то есть вот если вырезаем мы, мне приходится же вот рисунок поворачивать туда, сюда, туда, сюда. Вот именно с этой целью, что раз, и у нас поворачивается вот этот диск. То есть более удобно сделала я это еще вчера. Ну, конечно, гораздо удобней. И резина, резиновый вот этот коврик, он уже не так прорезает, как вот силиконовая, допустим, поверхность. Это то, что я использую в своей работе. Всем спасибо за внимание. До новой встречи. И если вы заинтересовались такими различными игрушечками, различным оформлением. Оформление можно и в группу. Если вы в детском саду работаете, можно в группе что-то оформить. Можно в домашних условиях тоже оформить. Либо это уголок для ребенка, либо это на кухне к определенному празднику. Можно вставить в рамочки. Допустим, у меня есть работа. Но мне она нравится, что она не на какой-то основе. Она просто в стеклянной рамочке, просто за стеклом и висит на стене. То есть она не выделяет фон. Она в цвет обычных обоев. Куда ее повесишь, она там и будет смотреться хорошо. Единственное, что если обои цветные, там уже не так будет. А если обои однотонные, то смотрится хорошо. Спасибо за внимание всем. До новой встречи. Пока-пока.